Традиция украшать дом к Новому году зародилась в России в канун 1700 года при Петре Первом. А во второй половине прошлого века стала любимой для каждой семьи. Сейчас в квартирах чаще всего ставят искусственные елки. Но есть и те, кто предпочитает натуральные деревья. А вот ель или сосну – это уже дело вкуса. Есть сосна, у нее более большие иголки. Есть ель. В чем отличие от того, что у ели они поменьше иголки, и она чуть пышнее выглядит. Есть импортные датские, вот такие вот, например. Несмотря на разнообразие выбора, самым популярным хвойным деревом остается сосна. Из-за внешнего вида. Да и простоять она может около месяца. Главное – в целости и сохранности довести до дома. После того, как вы выбрали свою новогоднюю красавицу, ее нужно упаковать, чтобы довести ее в полной сохранности до дома. Для этого используют специальную пушку и сетку. Сейчас мы попробуем это сделать. Отлично. Вот так, да, получается, мы ее везем до дома. Сначала ель нужно поставить прохладное место. Это если на улице сильный мороз. Перепад температуры и прямые солнечные лучи не пойдут ей на пользу. А чтобы символ праздника радовал как можно дольше, достаточно соблюдать простые правила. Вы ее ставите на подставку. В подставку добавляете воду и две таблеточки аспирина. И каждый раз добавляете воду и одну таблеточку аспирина. Не менее важно выбрать красивый наряд для дерева. Мария в прошлом дизайнер интерьеров, а сейчас мастер по изготовлению елочных игрушек. Сферу деятельности сменила после декрета. Мне очень понравилось вот это вот новогоднее оформление. Мы очень много украшали елок, разные подарки, елочные композиции. Мне очень нравится это. Шары из бархатной ткани, украшенные стразами и бусинами разного размера. Для входной двери новогодние венки из натуральных материалов, фруктов, хлопка и бечевки. Но в тренде расписанная фанера. Многие верят, такое украшение поможет исполнить мечты. Очень многим сейчас нравятся пейзажи. В прошлом году я начала рисовать игрушки. Позиционировала их как на исполнение желаний. То есть, когда человек загадывает, например, я хочу себе машину, он говорит, да ну, мы рисовали машины. То есть, вешаем на елочку, загадываем желание, чтобы это желание исполнилось. Украшать верхушку или нет – такой же вечный вопрос, как искусственная или натуральная. Некоторые и от классических шаров отказываются в пользу оригинального декора. Многие уже сейчас верхушку не вешают. Сейчас многие украшают и бантами, больше цветов добавляют, шары. Кто-то, наоборот, переходит только на фигурки. Вот у меня есть девушка знакомая, она только хочет фигурки вешать. Ну, вообще ушла от шаров. Прийти в гости к мастеру по изготовлению елочных игрушек и не сделать свою, я просто не могла. За основу взяла круглую фанеру, а дальше никаких ограничений, только акриловая краска в помощь. Хотите в дом цветущее дерево? Используйте для декора живые цветы и фрукты. Предпочитаете советскую классику? Тогда вата, позолоченные шишки и игрушки в помощь. А тем, кто следит за модой, эксперты советуют использовать красные и золотые украшения. Карина Яряшева, Денис Харламов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.